Доброе утро! Желаем бодрого и продуктивного дня всем жителям и гостям нашей республики. Впереди много интересной информации. С вами программа «Народное утро» на телеканале НТМ. Не переключайтесь! Слоу-фуд. Интересное словосочетание, которое обозначает с переводом на английский «медленная еда». Интересное движение, возникшее в Италии на началах 1980-х годов. Да вопреки того быстрого питания, которое сейчас процветает, тем фастфудам, которые везде на каждом углу. Что же это движение обозначает? Во-первых, это чистая еда, то, что выращено у вас рядом в вашем регионе, то, что не привезено из-за рубежа или из-за границы. Это то, что рядом на вашем огородике, то, что является чистым, экологический продукт. Это тот продукт, который выращен фермером и тот продукт, который приготовлен именно у вас на кухне. Это те продукты, которые вы самостоятельно готовите, не доверяя никаким компаниям, за исключением тех ресторанов, которые тоже пропагандируют данное движение. Это та еда, которая является не то чтобы правильной, она является чисто экологически, правильно приготовленная, не содержащая большое количество трансжиров. И та еда, которую стоит медленно, вдумчиво употреблять. Задумайтесь, как часто вы жуете именно 33 раза? Но зачастую мы мало, на этом заморачиваемся и останавливаемся. Зачастую мы глотаем пищу, не успевая насладиться ею, не успевая насладиться тем фактом, что оно есть, и тем вкусом, который достается нам в данном блюде. Вот это движение как раз и позиционирует экологично, чисто, здорово и правильно. Поэтому, почему бы не воспользоваться данным движением и также не вселить в своем традиционном рационе питания именно экологические продукты, чистые продукты, которые произрастают в нашем регионе, те продукты, которые мы готовим, соответственно, дома и вдумчиво перевариваем, прожевывая каждый кусочек. Приятного аппетита! Содержки в делах могут подвести партнеры, на которых вы прежде полагались во всем, но вы найдете выход из сложного положения. Близнецы! Сегодня есть шанс успешно провести переговоры. День будет насыщенным, дел может оказаться гораздо больше, чем вы ожидали. Однако постарайтесь все же найти время для встречи с человеком, который вам очень дорог. Раки. Начало дня удачно, вы хорошо справляетесь с делами, быстро достигаете поставленных целей, добиваетесь даже большего, чем ожидали. Некоторые раки получат предложения, от которых не захочется отказываться. Смогут подняться по карьерной лестнице. Львы. Интересный, но непростой день. Вам нужно быть и сдержанными, и решительными, и энергичными, и рассудительными, и способными взять на себя ответственность за других. За это вы получите щедрую награду и не пожалеете о том, что приложили столько усилий. Девы. В плодотворный день захочется действовать быстро, как можно раньше достичь всех поставленных целей. Если в первой половине дня важной будет решительность, то вторая потребует скорее осторожности. Интуиция подскажет, как избежать неоправданного риска. Весы. Утро начинается непросто, но серьезных причин для тревоги нет. Все возникающие преграды можно преодолеть, помогут в этом опыт и знания. Возможны удачные рабочие поездки и плодотворные деловые переговоры. Вероятное знакомство с интересными людьми. Скорпионы. Сегодня вы будете принимать близко к сердцу даже незначительные события. Из-за этого окажется сложно сосредоточиться на чем-то важном. В первой половине дня удастся завершить дела, начатые раньше, а позже вы сможете переключиться на что-то новое. Стрельцы. Настройтесь на самый серьезный лад. Усердие, трудолюбие и исполнительность помогут добиться успеха, который удивит окружающих. За свои старания вы получите щедрую награду. Можно не бояться, что силы будут потрачены впустую. Козероги. Начало дня подходит для общения. В это время можно вести деловые переговоры и обсуждать личные проблемы, встречаться с людьми, с которыми прежде не удавалось найти общий язык. Возможно, приятные знакомства. Не исключено, что благодаря им перед вами откроются новые двери. Водолеи. Не переживайте из-за мелких неприятностей и недоразумений. Они едва ли будут иметь какие-то неприятные последствия и вскоре просто забудутся. День в целом сложится довольно удачно. Порадуют хорошие новости. Рыбы. Вас ждут приятные сюрпризы, неожиданные совпадения, которыми удастся воспользоваться для решения давних проблем. Вы изобретательны, часто находите неожиданные, но абсолютно верные ответы на вопросы, которые других поставили бы в тупик. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы познакомим вас с одним из интереснейших экспонатов нашего музея. Это напольные часы, которые были изготовлены английским часовщиком Эрдли Нортоном. Эрдли Нортон являлся одним из самых известных и талантливых часовых мастеров своего времени. Он занимался изготовлением часов с 1760 и до самой своей смерти в 1792 году. Его часовая мастерская находилась в самом центре Лондона. На рубеже XVIII-XIX веков Эрдли Нортон являлся одним из ведущих поставщиков часов из Англии в Российскую империю. А среди его заказчиков были и монаршие особы. Так, Эрдли Нортон являлся королевским часовщиком при дворе короля Георга III. Также императрица Екатерина II заказала у этого известного мастера настольные часы из красного дерева, которые в настоящее время хранятся в Эрмитаже. Часы, которые вы видите, поступили в музей в 1976 году от Галини Ольги Михайловны, которая являлась жительницей города Саранска. Ей эти часы были переданы предположительно отцом Галине Михаилом Ивановичем, который родился в городе Инсари в 1889 году. И по национальности он был итальянцем. Когда часы поступили к нам в музей, к сожалению, они были без оригинального корпуса. Это был лишь механизм, который находился в самодельном деревянном футляре. Но в 2016 году музейные реставраторы Алексей Александрович Аверьянов и Валерий Евгеньевич Ермоленко изготовили для него новый корпус по аналогии с другими напольными часами производства Эрдли Нортона. Сейчас мы ненадолго заведем эти прекрасные часы и услышим их бой. Валерий Евгеньевич Ермоленко Валерий Евгеньевич Ермоленко Архан Памук, Дживдет Бей и сыновья. Архан Памук, известный турецкий писатель, признанный литературный классик, обладатель многочисленных премий, в том числе Нобелевской, за поиск души своего меланхоличного города. Дебютный роман «Дживдет Бей и сыновья» занимает особое место в его творчестве. Книга была написана 40 лет назад, в 1982 году. Отголоски событий, имена персонажей этой увлекательной семейной саги, охватывающей три поколения стамбульской семьи, можно найти во многих книгах писателя. В этом произведении, напоминающем и сагу о форсайтах Голсуорсе и бутенброков Томаса Мана, нашли свое отражение все любимые темы будущих романов Памука. Стремление человека найти свое место в изменчивом мире, противостояние Востока и Запада, любовь к историям и загадкам, конфликт отцов и детей. И прежде всего, конечно, описание Стамбула. Описание того, как менялся этот неповторимый город на протяжении всего XX века. Роман состоит из трех неравных по объему глав. Начало XX века в Турции, событие первой части относится к 1905 году, было непростым. Экономический кризис, зависимость от европейских стран, напряженная внутренняя политическая жизнь, покушение на султана – все происходящее страшило Джавдет Бея, человека робкого, мирного, мечтающего о доме, семье и детях. Его глазами мы видим происходящее в стране. Вторая часть романа сразу переносит нас на 30 лет вперед. В каком-то смысле это уже совсем другая история, как и окружающая героев действительность. У Джавдета Бея большая семья, дети, внуки, и главные герои этой части уже они. По сравнению с первой и третьей частями, вторая – самая объемная. Она охватывает несколько лет. Глубина, психологизм и эмоциональность, которые свойственны началу и концу романа, уступают во второй части динамизму и драматичности. Джавдет Бея и сыновья – уникальное описание жизни и быта турецкого общества. Орхан Памук ставит целью показать не столько жизнь семьи, сколько сложную и трагическую историю Турции XX века. Роман станет отличной находкой для всех, кто желает узнать побольше о культуре и истории этой страны. Признаюсь даже, после его прочтения вам непременно захочется посетить Стамбул и погулять по его старинным улочкам, площадям и переулкам. Человек просыпается неизвестно где, возможно, в балличной палате. Но это не точно. И не помнит о себе вообще ничего. «Зовите меня Измаил», – предлагает он врачам, которых за неимением других версий нарекает Юрием Живаго и Мадам Бавари. Человек мучительно вспоминает то, что с ним произошло. Какая-то авария, а кажется, у него была любовь. А правда ли его следует звать Измаилом? Он описывает круги подле разгадки, подбираясь к ней все ближе и ближе, ночным мотыльком, что кружит во тьме и обречен на погибель пламени. Тем временем, также опасливо и неуверенно вокруг человека, сужая кольцо, ходит его безвинная жертва, будущий рассказчик его истории и просто растерянный, осиротевший подросток, каким был когда-то и сам этот человек. Жоме Кабре – крупнейшая звезда каталонской литературы. Его книги переведены на десятки языков, их тиражи превышают миллион экземпляров. Новый роман «И нас пожирает пламя» – первый за 10 лет после эпохального, удостоенного многочисленных премий «Я исповедуюсь». Теперь перед нами тонкая притча, песня во славу литературы и напряженный нюар. Здесь будут внезапные озарения, безутешное горе, истинная нежность, убийства, амнезии, погони, таинственная роковая женщина, а также кабанье семейства, без которой эта история не случилась бы вообще. Уверен, роман понравится не только поклонникам писателя, но и станет отличным поводом для знакомства с творчеством знаменитого каталонца. Текст наполнен отсылками к известным литературным произведениям. Поиск этих загадок и намеков доставит библиофилам настоящее наслаждение. Кабре в написанном создал целую вселенную с яркими героями и антагонистами. Писатель умело переплетает несколько жанров – притчу, нуар, детектив, психологические любовные романы. И главное, автор предлагает читателю задуматься о смысле собственных слов и действий, а также об эффекте, который они могут оказывать на других. Это книга о течении времени и о хрупкой человеческой памяти. Павел Крусанов «Игры на свежем воздухе». Новая книга Павла Крусанова, автора целого ряда неожиданных и обсуждаемых сочинений, на этот раз об охоте. Да-да, об охоте в ее классическом тургеневском понимании. Но не был бы Крусанов Крусановым, если бы ограничился банальным изложением охотничьих историй о походах на водоплавающую и боровую дичь. Да, это в новой книге есть, причем рассказанным все настолько сочно, ярко и со зданием дела, что ты будто сам, как в компьютерной имитации, влезаешь в болотные сапоги героя и чавкаешь по хлябям в ожидании счастливого выстрела. Но книга на самом деле шире, глубже и удивительнее, чем просто рассказы про стрельбу из ружья. И география ее не только Псковщина в окрестностях Ново-Ржева, здесь есть и перуанская сельва с ее тайнами и ночными страхами, есть и много других дорог, по которым ведет нас автор, погружая в сложный, подчас непредсказуемый мир внутреннего я человека-охотника. И, конечно, в книге присутствует магия, потому что, как говорит сам Павел Крусанов в своих интервью, литература не просто игра в слова и смыслы. Она наследница вербальной магии, магии заклятия. Только в случае литературы чудо, которое она наговаривает, особого свойства. После прочтения талантливой книги преображение происходит не снаружи, а внутри. В результате хотя бы и на короткое время ты делаешься другим. А значит, чуточку преображается и окружающая тебя реальность. По народному календарю 26 октября отмечается День Агафона. Его еще называли банным. В День Агафона было принято париться в бане березовыми вениками. Считалось, что эта процедура полезна. После нее все болезни и недуги будут обходить человека стороной. А чтобы задобрить банного духа, для него оставляли кусочек мыла, в кадушках немного воды, а в углу – веник. Существовали в День Агафона особые запрещающие приметы. В этот день нельзя рассказывать о своих планах на будущее. Они могут не сбыться. Не стоит общаться и с незнакомцами. Они могут обмануть или обидеть. Оставить в доме букеты из осенних листьев – к финансовым трудностям. В этот день считается, что погода определяет характер предстоящей зимы. Если на 26 октября выпадает снег, то зима будет долгой и снежной. День ясный и солнечный – ожидается мягкая и теплая зима. Если день пасмурный и ветреный, то зима будет холодной и суровой.